Здорово ребятушки, с вами Ладушки, продолжаем кофе-ток, гибискус и мотылек, и бабочка. Так, ладно, новая технология распознавания не различает хоббитов и гномов. Наш обзор. Они, типа, слишком низкие, как камеры. Ладно, не буду делать никаких выводов. Роботов просят дать дельные советы. Окей, я знал, что он тут сказочное существо, но роботы, это звучит интересно. Выгорание эльфов существует. Как его избежать? Интересно. Начинаем день. Подожди. Добрый вечер. Доброго вечера. Мы с Украиной. Так, кто у нас тут сегодня? Сторис. О, сегодня без доставок, продолжу завтра. Каких доставок? Ты же... Ладно, забей. Мир, только что потратила 2 часа, листая мобильные игры в App Store. Количество копий пустышек просто зашкаливает. И ты еще даже не знаешь, какая реальная ситуация в реальном мире. Лукс. Всем супер-трючка. Башка болит, но чувствуешь себя отлично. Да? Ладно, раз ты такой двойственный. У всех девушек есть свои секреты. Да, Рэйчел, есть такое. Тут, кстати, так и не поспоришь. Девушки-существа загадочные, тонкие. Их надо понимать, их надо слышать. Вы же, наверное, понимаете, что есть разница между телками и девушками. Ну, то есть, на всякий случай, просто вы скажете, что я обобщаю. Нет, я говорю только про девушек. На вершине колеса обозрения. Наконец-то подошла наша очередь прокатиться на колесе обозрения. Она крепко схватила меня за руку и потянула в выцветшую розовую кабинку. Я почувствовал прохладу и небольшой ладони. Не знаю, почему-то при сочетании слов «розовая маленькая ладонь» мне вспомнились лапки хомячка. Явно неуместно, но все же. Недавно она была теплой. Раньше даже малейшее прикосновение согревало весь мой мир и наполняло меня радостью. Но когда она усадила меня рядом с собой, ее руки были холодные. Я знал, что дело во мне. Это я больше не мог ощущать ее тепла. Колесо обозрения тронулось. Пока мы медленно поднимались, она не отрываясь смотрела на озеро рядом. Колесо обозрения – настоящее чудо, правда? Такое ощущение, что оно переносит нас в другой мир. Туда, где только мы вдвоем. Так она начала разговор. Я лишь слабо улыбнулся в ответ. Эй, красавчик, хочешь узнать секрет? Тебя люблю. Она улыбнулась искренне. Мне было тяжело слышать эти слова. Я ничего не сказал. Не мог. И она не ждала от меня ответа. Между нами повисла долгая пауза, и она отвернулась от меня, вновь обратив внимание на пейзажи за стеклом. Я понимал, что она хочет спрятать от меня лицо. Мы продолжали медленно подниматься и уже были на полпути к вершине, пока я пытался найти подходящие слова. Как разбить чужое сердце и при этом не причинить лишней боли? Мы достигли самой верхней точки, и наша кабинка остановилась, как и было задумано. На секунду. Пока мы были на верхушке мира, время замерло. Слушай, давай поговорим. Мне наконец-то хватило смелости говорить. Я знаю, знаю, что ты собираешься сказать. Ты уже несколько месяцев об этом думаешь давить. Опять это искренняя улыбка. Лучше бы она припасла ее для того, кто мог полюбить ее так же сильно, как она любит меня. Парень, который собирался вот-вот разбить ей сердце, ее не заслуживал. Прости, прости, прости. Я думала, что готова к этому, но я лишь делала вид, что готова. Глупо вышло, правда? Нет, это моя вина. Мне так жаль. Она горько хохотнула. Ее наполненные слезами глаза блестели за стеклом очков. Ты заслуживаешь лучшего. Прости. Давай еще чуть-чуть попритворяемся. По крайней мере, пока мы тут. Наверху. Пожалуйста. Я проклинал вселенную за то, что та позволила ей полюбить не того человека. Проклинал себя за то, что позволила ей полюбить себя. Колесо обозрения тихо скрипнуло и вновь двинулось. Теперь уже вниз. Что стоит с кинами? Это мы уже читали. Драматично, с надрывом. Но, знаете, написано красиво. Ладно. Да. Девушки. Существа тонкие. Добрый вечер. Агент. Джорджи. Офицер. Заходи. Ты мне не забыл? У меня вообще нифига нет. У меня все стыбзили. Привет, Фрум. Как дела? Видимо, не особо, да? Офицер. Ой. А, извини. А что ты задумался? Бывает. Проблемы на работе? А что еще? Если хочешь выговориться, внимательно выслушаю. Спасибо, дружище. Я угодил в переплет. Что случилось? Ну, не считая череды проблем на работе, ситуация становится все более странной. Я уже совсем ничего не понимаю. Это о недавних патрулях? Ага. Последние пару дней я анализировал запись камеры наблюдения. А, вот оно что. И как? Камеры что-то засекли? И да, и нет. Инфракрасные камеры уловили какие-то размытые фигуры. Они убежали за угол и исчезли. Может быть, это были крысы или кошки. Но тогда я не понимаю, кто издавал звуки, которые я слышал. Звуки шагов, смех. Знаешь, скорее даже хихиканье. Хихиканье? Оборотни умеют хихикать? Нет, оборотни такого размера нет. Даже если бы могли, то как объяснить звуки шагов? Понимаю. Лукас добавил. Знаете, почему сатиры в деревнях музыкальнее тех, что живут в городах? Потому что у них пастушки рога. Шучу как хочу. Лайкос. Мне очень не нравится, что как только ты наводишь стрелку, у тебя исчезает значок новенького. Я не всегда могу понять. Ну, сейчас я помню, что Ориона последнее опубликовала. Поэтому сейчас мы Лукаса читаем. Но я бы хотел, чтобы надо было нажать, чтобы пропало уведомление прочитанным. Что же делать? У меня есть парочка идей. Но сейчас это всего лишь безумные теории. Короче говоря, я зашел в тупик. Знаешь, я все думал про тех феи, о которых говорил Ориона. Да? О чем именно? Оказывается, феи это общий термин для многих видов существ. Раньше так называли все, кто по каким-то причинам не подчинялся физическим законам нашего мира. Получается, Банша это одна из разновидностей фей? Возможно. Хотя сейчас это уже не так. Со временем список станется все короче. В прошлом феями называли разумных существ, которых люди не могли до конца понять. И в числа уходили привидения. Привидения? Ну да, привидения. Призраки. Призраки? Призраки! Видимо, таки было. В смысле, видимо? Ты что, шутить пытаешься? Я не очень понимаю. Ой, да брось. Призраков не существует. Да ведь? Потому что если они все же реальны... Я теперь никогда не перестану думать про то чертово дерево. Ах да, то дерево. Получается, рядом с ним водятся привидения? Ну, возможно. Ох. Не понимаю, как у тебя получится сохранить спокойствие. Ну, а что в этом такого? Знаешь, какие только посетители не заходили. Некоторые из них явно были не от мира сего. Буквально. Ну да. Типа, про Нила и Аманду. Наверное, из нас до их именно я странно на это реагирую. Да брось. У всех нас свои заморочки. Это да. Если не секрет. Поделишься, почему ты так боишься призраков? О, нет. Это очень длинная история. Да я не особо хочу ее рассказывать. Понимаю. Скажу только, что мой страх вызван ненастоящими призраками. Вот как? Ждешь, пока я продолжу? Давай поговорим об этом, ну, как-нибудь в другой раз. Ладно, спасибо, что поделился. Знаешь, это тоже забавно. Мой дед такого обожал. И дочка эту тему тоже любит. Они прям мои противоположности. Неизвестные всегда я их очаровывала. Я в какой-то степени тоже. Ну, я уже так долго работаю в полиции, что для меня неизвестные перемены это, как правило, неприятности. Да, логично. А не из тех, кто в чем угодно что-нибудь да увидит. В хорошем смысле, конечно. Например, приходилось тебе слышать про японский сад камней? Они понимают его фишку. А я нет. Хотя это не мешает мне думать, что на эти сады приятно смотреть. Понимаешь? Похоже, ты почти уловил их суть. Да? Уверен, дед мог бы часами говорить об этом с моей дочкой. Жаль, что он умер до ее рождения. Сожалею, что так вышло. Да все нормально. Кстати, моя зажигалка ведь где-то у тебя? Да, мы с ней уже успели стать лучшими друзьями. Да уж. Раньше эта зажигалка принадлежала деду. Нету у меня этой зажигалки! Я ее отдал уже дважды! Я специально из-за этого загружался. Идите нафиг! Но он купил ее после того, как закончилась война. Говорил, что так он отметил наступление новой эры. Во всех смыслах. Его демобилизовали из-за тяжелой травмы на гет, от которой он так и не оправился. Когда-то он жил прямо напротив здания бывшей ратуши. По понятным причинам он не мог далеко ходить. Так что этот район ему нравился, потому что всем рядом проходили собрания ветеранов и прочее. Ясно. Немного расскажу тебе о той улице. Дед мой был очень общительным. Он не переносил одиночество и прямо таки терпеть не мог свою мрачную спальню. Так что он... Так что я иногда выходил из дома и общался с уличными торговцами, которые собирались неподалеку. Когда там было... Когда там только... КОГО там только не было! Они и любимцев своих с собой брали. Пестрая компания. У него было припасено довольно много безумных историй о тех временах. А, вот оно что. Я к тому, что вчера я вспомнил, как называлась улица, в которой он жил. Попробуешь угадать? Неужели? Да-да. Борн-стрит. Раньше она называлась по-другому, поэтому я не сразу сложил 2.2. Но я проверил по документам и все совпадает. Получается, торговцы, о которых он рассказывал в точку. И знаешь что? Эту зажигалку он купил у них. Угу. Вот так совпадение. Угу. Вы думаете, что это всего лишь совпадение? Это о чем? Да брось. Не может быть такого совпадения. По-моему, совпадений уже и так слишком много. Ммм? Ааа. Только подумай о недавних событиях. Про вандализм узнали именно мои ребята. Потом это дело перепало мне. Затем кто-то напал на мою машину. Именно мою. Ага. Поэтому у меня началась полоса неудач. Разбитая кружка, вентилятор, черная кошка. За одну последнюю неделю уже произошло очень много странностей. Ага. Ну и понеслось от нас другим. Мои ребятам поручили провести расследование. Угадай, кто ведет это дело. Я. Потом у нас случился неожиданный разговор с той баншей, той посидельницей. Засохшее дерево, рынок, фей. Сам бы я об этом никогда не вспомнил. Ага. И теперь мы знаем, почему я вечно теряю зажигалку. Как это все может быть не связано между собой? Вот и объясни. Ну если тогда перечислять... Да я тебе говорю, это место зовет меня. Это дело создано для меня. Но они ошиблись с выбором. Не, не по себе, это всякая жути. Я начинаю сомневаться во всем, что когда-либо знал, понимаешь? Мне казалось запутанные дела, а твой конек. Только не в случае, когда речь идет о сверхъестественном. Нам слишком мало известно о том, что реально, а что нет. Что от них ждать? Хотят ли они нам навредить? Просат ли они... Применят ли они несчастье или наоборот удачу? В чем правда? Кто знает? Может тебе взять выходной и хорошенько выспаться? Че-че? Да нет, это я так. Знаешь, одна посетительница недавно посоветовала мне документальный фильм. Да? Про интересные напитки со всего света, начиная с самых непримечательных и заканчивая самыми странными. Там рассказывается как о местных, так и о самых ключевых и исключительных напитках. Мне кажется, что один особенно тебе понравится. Вот как. Он обладает защитными свойствами. Делается из кофе, меда и лимона. И еще несколько ингредиентов. Кофе, мед, лимон. А, это же... От чего же он защищает? Вроде как неудача злых духов. А может она поможет тебе немного расслабиться? А, понял. Но, даже если мы допустим, что в деле замешаны призраки, они ведь не злые. Да? Сложно сказать? Думаю, мне понадобится твоя зажигалка. Зачем это? Напиток нужно будет нагреть. Мне кажется, он не помешает дополнительной магии твоей зажигалки. У обычного огня вряд ли будет тот же эффект. Что ты мне приготовишь? Хотя не говори, я тебе доверяю. Держи. Зажигалка Джорджа. От нее будто исходит энергия. Сделай-ка мне тут волшебный напиток из документального фильма. Я забыл. Сейчас, подождите. Кофе, мед, лимон. Кофе, мед, лимон. Ну, вроде так. Приготовить. Кеймада. Ну, давайте отдадим заодно сразу. Кеймада. Блин, выглядит офигенно на самом деле. Новый рецептик у нас Это у нас кофе Красота Да почему ты не закрываешься на эскип? Ого, пардоните Это напиток и правда светится Да, и он специально для тебя Так что никому о нем не рассказывай Принято Вот, держи, осторожно Блин, ничего себе Это точно можно пить? У меня нет стопроцентной уверенности Если что случится Я возьму ответственность на себя От этой глупости, да? Извини, что потревожил тебя Тебе даже пришло на ум сделать мне этот безумный напиток Чтобы я успокоился Да брось Я всегда не прочь помочь, если есть возможность Спасибо По крайней мере, с прайдохами Имеешь дело напрямую, понимаешь? В отличие от привидений С таким настроением у тебя точно ничего не выйдет Что? Что за мужик? Когда работаешь до седьмого пота С чем угодно можно разобраться Не буквально до седьмого пота Конечно, такой ошибки я больше не совершу Маккуин? Молния? Ты что ли? Привет, Уильямс Давно не виделись Ага, и правда ты Эта неделя полна сюрпризов Дай-ка я сяду поближе Вы знакомы? Более-менее Мы подружились как-то за обедом Подружились за обедом? Подружились за обедом? Сколько можно повторять эту фразу? Такое ощущение, что мне нужно сказать Подружились за обедом таким же серьезным тоном Но я не люблю об этом говорить Мне до сих пор кошмары снятся Понимаю, я сам не был уверен Что мы уберемся С этой заварухи живыми Она им правда повезла Без сомнения Как скажете? Да Не люблю я об этом говорить Какими судьбами ты здесь оказался, детектив? Вряд ли зашел за кофе Служебная тайна Я еще не читал брифинг Что мы все обо мне дам Расскажешь о своих проблемах С сверхъестественным Ну Охочешь за привидениями? Охотой это не назовешь Мы обсуждали Как мне справиться с моим страхом Всего Ну, такого Честно говоря, пока что Маккуин Мне немножечко От него веет холодом Не знаю Не то, чтобы он мне прям не нравится Но Просто ощущение Призраков Ну, вроде того Мне аж плохо становится Как подумать о духах и прочем Я легко пугаюсь Например, скажу честно Что мне было бы Немного не по себе От того, что недавно Произошло на Бонд Стрит Помню, помню Мне хорошо известно Что беспричинный страх Порождает предрассудки Поэтому я не хочу С этим связываться Хотя мне даже тяжело Об этом слух сказать Да, наши семь Самые сложные дела Это мы сами Или это дела В которых замешаны привидения А ты Как с этим справляешь Детектив У тебя такие дела Я бы на твоем месте Уже посидел бы Я стараюсь слишком Об этом не задумываться А когда-то А все-таки задумываюсь А когда все-таки задумываюсь То мне на ум сразу приходит вопрос Если я этим Если этим не займусь То кто? Да никто Да, логично Знаешь, когда забываешь Что именно дело с мертвецами То начинаешь видеть в них Обычных ребят Например Я помню одно дело Нас вызвали в квартиру С привидением К нам обратилась женщина Которая недавно скончался муж Только вот он Скажем так Не торопился в мир иной Ни в какой не хотел уходить Нам пришлось проводить В той квартире Обряд экзорцизма Только муж во всем догадался И спрятался в подвале Не буду вдаваться в подробности Но из подвала Или чердака Призывки выводятся Куда сложнее Все дело в углах И при этом Я прекрасно его понимал Раньше это был его дом Там все еще повсюду Стояли его вещи Ситуация сложная Это ясно Так вот Спускаюсь я значит По лестнице Пытаюсь его выманить Раз В подвале Заиграла романтическая музыка Зажглись свечи Обычные сенсорные иллюзии Призраки такое любят Не успел я помнить Как оказался За гоншарным кругом А призрак стоял Прямо за мной И погодите-ка Вы пересказываете сюжет фильма Из девяностых Привидение Ой Может быть Давно смотрели фильм На работе Я заснулся До начала Верная история Засела у меня В подсознании Захватывающий Кстати Кто не видел Привидение Или кто видел Привидение Хрена себе Вас тут-то навалило Привет детектив У меня пончиков Нету Ребят Давайте так Кстати Почему он СПД А это ТЛПД Полис Департмент Но это Сиэтл А это Короче Ладно Привет Незнакомцы Ты разобрался С тем важным делом Которое я тебе поручил Конечно Дули У тебя все лицо В крошках Да Я под дождь попал Такой Хлебный дождь Ты Весь в начинке Это Кровь Високнестрельной раны Заживший Мы все Видим Что ты Держишь Чек Из магазина Пончиков Вот что Это тебе Вот за что Тебе столько Платит Детектив Ну что Я пропустил Мы обсуждали Как помощь Офицера Уильямса У избавиться От страха Перед призраками Эй Призраками А ты вообще Боишься призраков Дули Без понятия Никогда их Не встречал Мы же Подавили Бунт призраков Призраков Не существует Так что Не бойся Их Все просто Тебе Решение Извини Если не очень Эффектно Эффективно Эффективно То что ты сказал Что они такие же Как мы Это Дельная мысль Вот вот Когда они были живыми Как и мы Если они не пытаются Тебя сожрать Жестко убить Или Вселиться в твое тело То все нормально Очень обнадеживает Просто поговори с ними Познакомься с их культурой Выслушай их проблемы Или Спектральные вопли Относись к ним Как относятся ко всем остальным Не суди их поверхностно Что Что не такая Сложная задача Потому что Их буквально Видно насквозь Мне казалось Ты не веришь призраков Особо не слушай Что он говорит Я так и делаю Ну Спасибо за советы Думаю Я ими воспользуюсь Да Обращайся Ладно Дули Давай уже прочитаем Брифинг по этому делу И выясним Почему мы здесь Я уже прочитал И Оказывается Мы должны были арестовать Того таксиста Вместо того чтобы Вместо того чтобы Доехать с ним До самого Сиэтла Да За что? Он незаконно Увлекается Таксидермией Таксидермией Ха-ха Смех Да Ладно Пойдем уже Дули Удачи офицера Спасибо Маккуин Правда И тебе Дули Пока-пока Надеюсь Проблемы с крысами Разрешиться Пока Кофейный гений Берегите себя До свидания Че-то Вот Понабежала сюда Всяких придурков С несмешными шутками Это вообще Че было? Ха Представляешь Кажется Ко мне Вернулась удача Чувствуй себя На миллион баксов Приятно слышать Все равно Спасибо Да Особенно Не за что Так Ты как В порядке? Да Самое время Начать думать Что делать дальше Я пойду Хорошо тебе вечер Держи меня в курсе Джорджи Береги себя Обязательно? Ну Джорджи Итак Надо бы Проверить запасы И Риан Привет Привет Как ситуация на дороге? Полный кошмар На Леонаре На Леонаро Леонаро Авеню идет стройка О Наверное Уже вся улица стоит К счастью Сегодня у меня нет доставок Отлично Хорошо Что цыклянула Приготовите что-нибудь Да Что-нибудь для горла Мне казалось бы Чашечки чая с лимоном И ложечка меда Чай с лимоном Ложечка меда Понял Чай Чай С лимоном Чуть-чуть меда Сон в летнюю ночь Радиоактивный какой-то что ли Подойдет Вот видите Здесь пока ты не нажмешь У тебя не уйдет Типа что это новенькое А в новостях Оно так не делается Ладно Сон в летнюю ночь Специально для тебя Так у нас называется Этот напиток Забавно Просто чудо Лимон приятно Уравновешивает сладость А легкая горечь Чая Дополняет вкус Спасибо Обращайся Кстати Вы только что Разминулись Эфицером Джорджа В самом деле Как он поживает Много думал о том Что рассказала Вот как Ему предстоит разобраться С кучей улик Так что сейчас Он очень занят Понятно Как у тебя дела Если забыть Про кошмар на дорогах Честно говоря Последнее время Мне есть над чем Подумать Только не знаю Как об этом Рассказать И не показаться Жалкой Здесь тебя Всегда рады Выслушать Боюсь Это и есть Часть проблемы В смысле Знаешь В последней неделе Я общалась Больше чем За последние Несколько лет Это хорошо Или плохо Это Меня беспокоит О В таком случае Прошу прощения Я не к тому Что это Обязательно плохо Просто Раньше у меня Было уверенно Что я Определилась Жизненной целью Но в последнее время В этом сомневаюсь Как так-то Вчера Со мной Наконец Связалась Связалась Рэйчел О Есть хорошие новости Нет У нас Не совсем Разные сферы Так что Много я не ожидала Она отправила Мне контакт Несколько людей Которые могут Оказаться Полезными Хотя она И не имеет Прямого отношения К аудитории Которую пытаюсь Охватить Ясно Она подробно Объяснила Почему считает Что я должна С ними связаться И я ей Благодарна Ты очень заботлива С ее стороны И так Как у этой Планы Почему ты В себе Сомневаешься По сути Мне посоветовали Постепенно Расширить Круг знакомств Зовите Сипи Такое О чем Напоминает Думаю Ты понимаешь Почему это Меня беспокоит Кажется Да Может Подтолкнешь Меня к правильному Направлению Не хочу Неправильно Тебя понять Мне такое ощущение Будто это Как бы сказать Легкий путь Иди ты Нафиг Со своими Душевными Сомнениями Реона Честно Я тебе скажу Ты уже Заколупала Я не знаю Где мы сейчас Находимся Середина игры Есть Нету Я как то Не смотрел За этим Но ты Меня уже Достал Ты уже Всех Достал Ты уже Знаешь Вот эти Люди Мямли Которые Приходят Но я Не уверен Но вот Стоит Ли оно Того И ты Даже Уже Не знаешь Есть у Ни какой то Талант Нету Вот это Сидит И мямлят Тебе Над ухом Ты уже Загнобила Джордж Ты уже Загнобила Лукаса Ты уже Загнобила Рэчел Ты уже Загнобила Меня Ты уже Загнобила Всех Он говорит Как бы Парман говорит Что рад тебя Выслушать Я не хочу Тебя слушать Ты вообще Блин Ну я не знаю Я таких людей Не очень люблю Честно говоря Поэтому она Меня раздражает Ясно Но она Сказала мне Кое что Как бы Что как бы Привело меня В чувство Что же Ну Она О Нет никакой Гарантии Что из этого Что-нибудь Выйдет Только если Ты уверен Что это Легкий путь Стопудово Проканает Потому что Потом тебе Придется Сделать Куда Больше Чем просто Позвони Парни Людей И дождаться От них Ответа Сечешь То есть Блин Ты попробовала Сама Тебя закидали Тапками Ты от этого Расстроилась Тебе начинает Помогать Человек Который Сечет Шоу-бизнес И тебе Начинает Помогать Человек Который Сечет В аудитории Это Два Разных Круга Тебе И тут И там Помогают Тебя Тут Это Проталкивают Ты Начинаешь Тут Блин Иди Отсюда У тебя Отлично Получается Ей Подражать Спасибо Еще Она Поделилась Со мной Историями О том Как она Начинала Как хорошим Так и Плохим Добиться Чтобы тебя Заметили Это и правда Только начало Затем Либо за тебя Начнет Говорить Талант Либо ты Знакомишься С правильными Людьми Которые Помогают Тебе Продвинуться И даже С учетом Я бы тебе Сказал Пару вещей Ну ладно Выслушав Рэйчел Прониклась К ней Уважением За ее Целеустремленность Я понимаю Почему Не удалось Сделать карьеру В теме Задумалась Может Лукас Во время Нашей первой встречи Имел ввиду Что-то Подобное Да Он говорил О схожих Вещах И как Ты Воспользуешься Ее советом Не знаю Это Сложно Не Сложно Не сложнее Чем Отправлять Записи Своими Выступлениями На все Прослушивания Подряд И раз За разом Получать Отказы Просто Даже не пойму Почему Я испытываю Противоречивые Чувства Иди Испытывай Дома Свои Противоречивые Чувства Блин Какого фига Кстати О Лукасе Мы с ним Продолжили Переписываться Хотя Мне кажется Мне как бы Пришлось Ему написать Что-то Произошло Он Застрял В смысле Вернее Он написал Об этом Сеанстранице Вчера Ночью Да Припоминаю Серьезно Я видела Его пост Когда Обновляла График Он меня Встревожил Так что Я ответил Затем Он мне Позвонил Почти сразу Он Очень Громко Говорил Ничего Необычного И был Очень Пьяным Ну вот Как Сначала Он отрицал Но Это было Невозможно Не заметить Он сказал Что бесцельно Бродил по улицам В глубоком раздумии Пока не дошел До парка Кэрри Сам Того не заметив Должно быть Он действительно Глубоко задумался Потому что Мне кажется Вчера ночью Лил дождь Я не уверена Автобус в ту часть Города Ходил Ходил Только до 10 вечера Я написал ему Об этом Потому Потому что Он будто бы Об этом не знал В ответ Он позвонил мне И спросил Есть ли неподалек Какой-нибудь Другой общественный Транспорт Не легче ему Быть Просто вызвать Такси Он сказал Что хочет Лучше узнать Город В полночь А что такого Вы сами Открывайтесь С наступлением Темноты С этим Не поспоришь Может он просто Не хотел возвращаться Домой Я могу ошибаться Но мне казалось Что он Не любит Выпивать Или он говорил Или он говорил Про вечеринки Все же Мне показалось Что дело было В другом Похоже Он ужинал Со своей командой И ему требовалась Заполнительная храбрость Чтобы Извести С ним Завести с ними Разговор О новом Направлении Ясно Предположу Что ужин Не прошел Так как ожидалось Возможно Мне знакомо Это чувство Ориона Но он сказал Что намерен Продолжать Переговоры Пока не достигнут Пока не достигнут Компромисса Отлично Так ли это Отлично Рэчон сказал Что в начале Карьеры У него хватало Похожих проблем В общении С командой Так и Лука Сейчас Выходит Приходится С кожей вон лезть Чтобы получить Одобрение Тех с кем он работает Я просто Как ему Удается Сохранить Такой оптимизм Какой нафиг Оптимизм Какой нафиг Люди Берут И пашут Блин Просто Не разгибаясь Идут И пашут Они делают Контент Они ищут Новые интересные Темы Они монтируют Они это Это Поэтому Зачастую У таких людей У них огромнейший Груз Из депрессии Нераздельных Мыслей И всякое Такое Потому что У них нету Времени Вот так вот Сидеть И задумываться О жизни У тебя Оно есть Потому что Ты бездельник Блин Лукас пашет Как скотина Просто Рогатая Как бы Доузначно Это не прозвучало Ты о чем? Не могу представить Каково это Упрашивать Других Дать мне шанс Таки не упрашивай Вали отсюда Почти хочется спросить Почему Наши успехи И неудачи Так зависят От других людей Неужели Одного таланта Недостаточно Это никогда Недостаточно Мы живем В социуме Для того Чтобы твой талант Проявился Нужно Чтобы его Услышали Или увидели Другие люди Ты изначально Оказываешься В положении Что ты от них Зависишь Какого черта Ты что Тупая что ли Но Если бы я Действительно В это верила Учитывая Сколько я потерпел Неудач То уже давно Был бы забросил Попытки Разве нет Да Все устроено Иначе Что ты имеешь ввиду Если бы Значение Имел только талант У всех нас Были бы Одинаковые стандарты Вот Понимаешь Я понимаю К чему ты клонишь Ни хрена Ты не понимаешь Искусство Перестало быть Искусство Если в нем Появились Определенные стандарты В нем они и есть Но они Опять же Что определяют стандарты Наши вкусы Ну то есть Каждого отдельно Взятого человека И сообщества Отдельно взятые Вкусы Это и есть Стандарты Искусства Блин Какого черта Это базовые вещи Только вот Тогда получается Что все зависит От приходи Оценивающих нас Людей Да Прикинь Вот проснулся Сегодня с утра Человек У него болит голова Неизвестно По какой причине Вот она просто Раскалывается И вот он сел С утра Кофеечку себе Такой налил И такой Чтобы с утра Послушать И тут ему Не хочу Чтобы это было рекламой Но вроде не должно быть Там допустим Какой нибудь Новый сингл Рамштейн Вот Который он обожает Он сел Он начал слушать И у него башка болит И он не может это слушать Ему фигово Он выключил И он не получил удовольствия Не потому что это плохой сингл Не потому что это плохая группа Не потому что Что-то плохо Просто так сошлись обстоятельства В этот же вечер Когда у него пройдет голова Когда он будет более бодрый Когда у него будет хорошее настроение Сядет послушать Эту же самую песню И она ему понравится Возможно это станет Его любимая песня На ближайшие 10 лет Понимаешь как это работает Прихоти оценивающих нас людей В принципе все зависит от того Как это может устраивать Таких как Рэйчел и Лукас Они тоже работают для контента Возможно дело в том Что они не так категорично На это смотрят Вот Они по крайней мере Понимают что происходит В каком смысле Их публика Это не судьи В руках которых сосредоточена власть Над их судьбами Но просто источник сложности С которыми вполне можно справиться Вот Все зависит от того Под каким углом Ты смотришь на ситуацию Но эти сложности Нелегко преодолеть Особенно когда у тебя Нет в этом опыта Над решением проблем Всего можно поразмыслить А если на ум ничего не приходит Можно спросить совета Почему Потому 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 что в одиночку Невозможно знать Обо всех препятствиях И на что стоит Обращать внимание Но на помощь Всегда могут прийти Другие Это ты имеешь ввиду Понятно И все же И все же Иди домой Как ты задолбала Да Извини Я задумалась Да все нормально Прикиньте Пришел человек В 2 часа ночи И давай мозги Наизнанку выворачивать Не интересно истории Рассказывать Как Джордж А вот Вот это вот Да тебе пора До свидания Понятно Ты как вообще Я Блютуз от Nokia Мне предстоит Мне предстоит Много Обдумать Спасибо за внимание И терпение Нет у меня уже На тебя терпения Свалять Разумеется Обращайся Уйди Приятного вечера Да 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 Бла 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 Уйди Не заглядывай еще Не надо Не хочу Зачем вы сделали Таких отстальных Персонажей Нам хватало Миртл и Хейда Все День закончился Знаете ребят Давайте туда На этом нервную серию Тоже заканчивать Спасибо что были с нами Всем удачи Добра Бобра Все молодушек Всем покеда Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!